Всем привет, вы на канале VSD и в этом видео я расскажу про грядущее осеннее обновление на BlackRush, в которое будут добавлены новый город, новые машины, новые сервера и это только небольшая часть всего обновления, оно будет намного круче и масштабнее. Ну а также я расскажу дату этого обновления, видеоролик как всегда получился очень интересный и полезный, поэтому надеюсь вы поддержите его лайком, подпиской на канал, ну и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать новые крутые видеоролики. Ну а если ты до сих пор не играешь на BlackRush, я советую начать прямо сейчас, скачивай группу моей, ссылки в описании, заходи на Crimson Server и при регистрации в поле пригласившего указывай мой ник Даниил Громов, а также вводи мой промокод в хэштег VSD и получай приятный бонус на старте. И на Crimson Server у меня есть своя семья, если ты хочешь сюда вступить, то просто приезжай на место, которое ты видишь на экране и тебя кто-нибудь примет, ну а я не буду вас долго задерживать, переходим к видеоролику. Это уже третье видео про осенние обновления на BlackRush, в первом было крайне мало информации от официальных источников, во втором я в основном рассказывал вам какие-то мифы, ну от неофициальных источников, в общем какие-то слитые скрины, ну которых никогда не добавят на BlackRush. Но в этом видео я расскажу только про официальную информацию, которую выложила сама BlackRush и в общем ничего кроме этого не будет, то есть то что я расскажу в этом видео 100% добавят на BlackRush. Ну и давайте наконец-то перейдем к самому обновлению, и первое, про что я хочу рассказать, это технический центр на BlackRush. Криншоты уже больше недели на момент съемки данного видеоролика или даже больше, и я до сих пор не понял, как это будет работать. На BlackRush уже есть СТО, которое прекрасно работает, и вряд ли это будет его замена, так как оно довольно новое и сделано не со старта игры, и лучше бы изменили, допустим, интерьер внутри здания ГИБДД, либо ФСБ, ну то есть там выглядит все очень ужасно. А вот менять СТО вряд ли будет, и это будет что-то новое. Как вы знаете, в СТО можно протюнить свою машину и сделать диагностику авто, ну и заменить сломанные негодные детали. И я думаю, вот эту вот диагностику авто и изменение деталей будет перенесено именно в техническое обслуживание. Там не будет механиков, чтобы их долго не ждать, потому что, ну, насчет тюнинга можно подождать, а если у вас сломалась машина, то, допустим, если нет механика, и владелец СТО совсем не занимается, ну, своим на СТО, то, конечно же, там не будет механиков, и вы не сможете починить свою машину. А тут все будет автоматизировано, и вы сами сможете выбрать деталь, которую вам нужно заменить, и все, в общем-то, будет намного легче. Но, как я говорю, это только мои предположения, и, может быть, это будет работать совсем по-другому. Если вы знаете или предполагаете, как это будет работать, то обязательно напишите об этом в комментарии. Мне будет очень интересно почитать. Ну и второе, также связано с центром техобслуживания, это где он будет находиться. И, кстати, в видеоролике в очень старом, там, где я рассказал про Егоровку, я угадал, где она будет находиться. В этот раз я это не обещаю, но все равно могу предположить. Как я думаю, в Арзамас этот центр техобслуживания не будет добавлен, так как там уже очень много разных зданий, и это будет, мне кажется, лишнее. Нужно разбавлять какие-то другие города, допустим, Южный, Лыткарина, Эдово, Нижегородск, Батырево, но об этом немного попозже. Ну, в общем-то, я думаю, то, что, скорее всего, он будет находиться в Южном, так как дороги очень похожи, ну и вряд ли он будет стоять на трассе, так как видно, что там рядом находится какой-то город. Второе, то, что добавляют абсолютно в каждое обновление на Блэк Раше и осеннее будет не исключение, это новые машины. В прошлых видеороликах про осеннее обновление я вам показал много машин, но в основном это были какие-то сборки, которые не добавят на Блэк Раше, но, в принципе, об этом я тогда и рассказал. Но, как я и говорю, в этом видеоролике будут только официальная информация и то, что точно добавят на Блэк Раше, это также касается и машин. Ну, и пока об этих машинах можно говорить только в единственном числе, так как показали только одну машину, но их, конечно же, будет гораздо больше, около 10 или 20 штук. Ну, и пока показали одну машину, а именно Гелик, и изначально я подумал, что это просто замененная моделька старого Гелика, который уже есть на Блэк Раше. Ну, это не так, это абсолютно новый Гелик, который будет стоить, ну, наверное, на 5 миллионов дороже, я особо не разбираюсь в ценах, можете поправить меня в комментариях. Ну, то есть, будет так же, как с Кадиллаком, есть Кадиллак за 7 или за 9 миллионов, а есть за 11. То есть, пока показали только одну машину, но, надеюсь, их будет намного больше, и также добавят новых мотоциклов, каких-нибудь грузовых транспортов, эксклюзивных машин, ну, и, в принципе, просто машин в низкий, средний и высокий автосалон. Следующее, это новые гаражи, ну, изначально, кажется, ничего интересного, потому что они есть абсолютно везде, в Арзамасе, в Южном, да даже в деревне Бусаево они тоже есть. Ну, тут всё намного интереснее, и гаражи выглядят очень реалистично, то есть, не как обычно, просто слева ряд, справа ряд, а очень похожи, и кажется, что это не игра, а сделана фотография в реальной жизни, потому что я у себя в городе очень часто встречаю такие гаражи. Но, значит, насчёт самих гаражей, там ничего, скорее всего, не изменится, также они останутся внутри, ровно такими же, и стоить также будут по 500 тысяч вертов. Ну, и кроме этих крутых гаражей, на заднем плане можно заметить какие-то здания и много новых деревьев. Конечно же, гаражи не будут стоять где-то в лесу, либо на трассе, они будут стоять в каком-то городе. Ну, и, как я думаю, они будут находиться в Батырево, и, как вы помните, в прошлом обновлении полностью переделали город Арзамас, и я думаю, в этом обновлении затронут Батырево, а может быть, также мелкие города ЖК, ну, типа Нижегородска, Эдова и Лыткарина. То есть, их сделают более такими реалистичными, и в Нижегородске вообще, может быть, добавят какие-нибудь новые жилые комплексы, ещё что-нибудь, ну, чтобы он не был таким пустым. Ну, а насчёт того, что переделывают город, это скорее всего. Но пока точной информации нету, поэтому это только мои предположения. Следующее, это новые сервера. Я не знаю, сколько их добавят по количеству, наверное, один или два, но в летнем обновлении добавили целых три новых сервера. Ну, тогда был очень круто онлайн. В сентябре он немного упал, но сейчас всё восстановилось, и уже к 8-9 утра сервера уже полностью заполнены. Поэтому, скорее всего, добавят два новых сервера, но насчёт названий их я даже загадывать не буду, потому что ожидать можно абсолютно всё, что угодно. Ну, и, конечно же, это не всё обновление, но всё, что нам пока показали. Если появятся новые спойлеры, я обязательно сниму новый видеоролик, но только если вы поддержите это видео лайком. Ну, и последнее, чего, скорее всего, все ждали, и, может быть, кто-то даже промотал в конец, чтобы узнать дату выхода данного обновления. Ну, и сейчас я всё поподробнее расскажу. Как сказал основатель BlackRush, то, что глобальных обновлений осенью не будет. То есть, всё, что я вам показал в этом видеоролике, всё, конечно же, добавят, только это всё будет выходить по частям. Не сразу же одним обновлением, а, скорее всего, будет несколько обновлений, может быть, 3 или 4, там, где будет добавляться что-то потихоньку. То есть, допустим, пару новых машин и новые гаражи, изменённая батарёва и новые сервера. То есть, как-то так. То есть, какого-то крутого масштабного обновления, как летом, не будет. Оно будет выходить на протяжении всей осени. Поэтому, может быть, даже в конце сентября мы увидим первую часть осеннего обновления. Ну, а на этом всё. Если хоть немного вам понравился данный видеоролик, поддержите его лайком, подпиской на канал, включите колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а также пишите свои комментарии. Мне будет их очень интересно почитать. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok